Она отдала медицине почти 50 лет жизни. Сейчас варит варенье, но тоже с любовью. Подходить к делу с нежными чувствами это и есть секрет успеха, делится Зинаида Данилова, заслуженный врач России. За почти полвека сотни операций и ни одного промаха. Маленькие пациенты вырастают и приводят уже своих детей непременно к Зинаиде Борисовне. Именно ей доверяют самое дорогое. Каждый доктор понимает, что такое слава по-своему. Я вам расскажу свое понимание. Это не то, что ты идешь с работы вот с такими сумками, в которых там лежит мясо, масло и так далее. Это не то, что тебя представляют каким-то там грамотом. У меня этих грамот много, но о них никто не знает. Самое дорогое, когда приходит коллега и говорит, прооперируй мою маму или прооперируй моего ребенка. Вот это высшая награда для любого хирурга. Зинаида Борисовна рассказывает, еще в школе прочитала Юрия Германа «Дорогой мой человек» и поняла, что свою жизнь она свяжет с медициной. В институте влюбилась в рассказ профессора Георгия Ратнера, с каким трепетом он рассказывал про хирургию и сделала свой выбор. Я поняла, что этот человек так любит свою работу. Я после лекции подошла и говорю, Георгий Львович, я так хочу стать хирургом. С чего начать? Говорит, во-первых, запишитесь в кружок. Во-вторых, надо ходить на экстренное дежурство, а не на танцы. Но несмотря на дежурство два раза в неделю, Зинаида Борисовна на танцы ходить тоже успевала. Вышла замуж за однокурсника. Врачебное дело стало семейным. Вот у меня, как у женщины, всегда, когда я смотрю на Зинаида Бориса, у меня вызывает такая легкая, так сказать, зависть, что женщина умеет быть женщиной. При этом хирург от Бога. После замужества пришлось переехать, а по возвращению в Самару для нее, как для хирурга, не оказалось места в больницах. Сама судьба отправила женщину в детскую клинику. Я говорю, слушайте, я так детей боюсь. У нас всего три недели был цикл на пятом курсе. Вот детская хирургия для меня такая любовь, огромная на всю жизнь. Ну вот как к жене. Я к ней отношусь как к жене. А вот есть детская урология, и я к ней отношусь как к любовнице. Вот вы, говорит, запомните, что в Донецке ошибся, такого быть не может. И вы знаете, вот с ее легкой руки я стала работать с детьми. Сейчас рассказывает, жизнь свою по-другому и не представляет. Зинаида Данилова – одна из создателей детской урологии в области, которая стала восьмой по всему Советскому Союзу. Действующие врачи больницы Середавина – ее ученики. Сейчас Зинаида Борисовна на пенсии, но родные стены и больных не оставляет. Золотые. Можно? Можно? Вот честно сказать. Приехали сюда за спасение. Ученики Зинаиды Борисовны теперь сами высококлассные специалисты. Говорят, был хороший пример перед глазами. Здесь, в больнице Середавина, они делают уникальные операции. К ним едут пациенты из других городов. А сама Зинаида Данилова считается легендой самарской медицины. Мария Левина, Николай Епифанов. События.